Водитель отдела технологий, торговая сеть Spark, город Челябинск. Так, Полина, проходите, пожалуйста. И Елена Степанова, основатель компании Step Project, а также город Челябинск. В Челябинске в прошлом году у меня появилась возможность побывать. Я прочувствовала все возможности жаркого уральского лета. Потому что мы приехали, и там было 38-43, что-то такое. Причем как раз с Юлей, когда мы гуляли по магазинам, у нее основной момент был. Ей звонил телефон пристально, потому что у кого-то там холодильники потекли, что-то, какие-то проблемы. Это то, где холодная цепочка по полной программе работает. Но у меня отдельный там вызов был. Это то, что мы после того, как на улице приехали, там 43, а я захожу в минусовую камеру, где минус 20, потому что мы делали съемку на их современном складе, где хранится заморозка при минус 20. Представляете, какой температурный шок. Да, такой вот момент. Ну что ж, я сейчас предлагаю вам послушать то, каким образом все-таки происходит вот этот продолжающийся конфликт между выбором оборудования для ритейлера и выбором оборудования, которое предлагает поставщик. Елена за одну сторону, Полина за другую сторону. Ну и посмотрим, что из этого получится. Все-таки на какие аспекты, в первую очередь, нужно обращать внимание и где вот возникает то некоторое непонимание. Фиксируйте, какие у вас идеи и инсайты в этом плане появляются, для того, чтобы, возможно, у нас опять появилось какое-то новое выступление и новые идеи. Передаю слово. Работаем. Еще раз здравствуйте. Елена. Я занимаюсь подбором и поставками оборудования для предприятий общественного питания для сетей. В профессии я уже 20 лет, и мне посчастливилось принимать участие... Это что такое? Значит, мы будем просто разговаривать. О, все верно. И мне посчастливилось принимать участие в подборе оборудования в самом первом составлении, так скажем, так называемого брендбука для спар, когда они еще были не спар в нашем городе, Челябинске. Это было так. Мы сидели буквально на одном стуле с собственником этой компании, и ему в голову тогда пришло то, что у него должно быть единое оборудование на всех его производствах. То есть он очень дотошно относился к этому вопросу. Мы разбирали буквально каждую единицу оборудования, по пять разных производителей, плюсы и минусы. И в результате я хотела сюда привезти этот первый. У меня сохранился вот эта вот печатная вот такая вот книжечка. Вот с этого момента у меня это все началось. Я с ними работаю уже порядка 20 лет, но это не значит, что я там 100% единственный поставщик, да, там тендер. Но в подборе оборудования я принимаю активное участие. Что хотела вам сказать со своей стороны, что нам очень нужно, чтобы это был тандем, чтобы мы работали единой командой для того, чтобы действительно четко подобрать вам оборудование. Итак, ну для того, чтобы корректно подобрать это все нужно четкое ТЗ. Обязательно запрашиваю ассортимент, как можно подробнее его нужно расписать. Все тех процессы, которые там присутствуют, мне нужно как можно подробнее расписать. Также, ну для того, чтобы опять же я могла понять, одна единица оборудования или несколько единиц оборудования на данный процесс вам подойдет. Производительность. Существующая производительность нужна, планируете ли увеличивать. То есть, ну, это тоже очень важно. Важно то, чтобы оборудование не простаивало, чтобы оно работало. Также рынок сбыта. Какая упаковка у вас планируется в дальнейшем. Очень важны размеры цеха. Ну, как сейчас, наверное, у всех, на всех производствах существуют ограничения в площадях. Часто бывает, что высота потолка не достаточно высокая, да. Были курьезные случаи, когда мы, например, где же прокидыватель привезли, все померили. Оказывается, у него колесики еще там 20 сантиметров. Что делать? А у нас как раз, у нас проходит балка. И, ну, мы все установили. Девчонки со стороны с паром мне говорят, иди, говори нашему собственнику, потому что он нас сейчас убьет. А у нас была схема, все расчертили, но никто не подумал о том, что там реально в балку попало все. Ну, в общем, все переместили, выкрутились, все нормально. Ну, это тоже урок. Это тоже урок. Да, и поэтому сейчас до мельчайших сантиметров, миллиметров мы все это мерим. Вот, следующий пункт – это уровень подготовки линейного персонала. Здесь уже очень много об этом говорили, что сейчас квалификация, наверное, линейного персонала, ну, достаточно низкая. Вот, и, ну, есть производители, которые делают такую панель, ну, что я вам рассказываю, с возможностью блокировки каких-либо действий со стороны линейного персонала. То есть технолог может все программы выбрать, и ему просто кнопку нажать, с фотографией необходимое или все. Еще есть интересный такой производитель немецких посудомоечных машин. Там просто красная и зеленая кнопка. Вот это вообще супер. Никаких вопросов не возникает. Так, ну, технологические составляющие для подбора оборудования – это универсальность, как я уже говорила. То есть сейчас оборудования настолько много, и есть оборудование, допустим, одна единица очень много функций может выполнить. Все это, естественно, мы можем подобрать. Функциональность оборудования, интеграция в существующий процесс. Ну, опять же, это вот мне нужно знать каждый шаг ваш, для того, чтобы я четко все могла подобрать. Качество произведенной продукции. Здесь важно, нужен ли удаленный контроль, нужно ли соединение, например, нескольких печей в сеть, для того, чтобы, например, руководитель мог контролировать. Кстати, сейчас на многих аппаратах есть такая функция, то есть функция памяти, ну, например, в параконектоматах есть функция памяти, которая в течение 10 дней сохраняет все действия персонала, все действия профессионала в течение вот этих 10 дней. И, например, ну, очень часто, не часто, вот несколько нас, раз нас вызывали на, ну, там, вроде бы как поломка, ваше оборудование не держит температуру, еще что-то, мой инженер приходит, снимает этот протокол, распечатывает, оказывается, что персонал, который работал на этом оборудовании, что он делает? Он открыл дверь, открыл, у него там продукт загруженный, он что-то там делает, то есть температура в камере упала, он закрыл дверь, процесс до конца не закончился, ну, и, в общем-то, здесь очень легко это контролируется. Вот. Взаимозаменяемость оборудования. Ну, сейчас это очень важно, особенно два года назад, когда у нас резко ушло большинство производителей с рынка, вот мы начали искать поставщиков оборудования, ну, с тем параметром, чтобы вот те карты, которые уже написаны были на существующее оборудование, без каких-то доработок могли подойти на новое. То есть здесь тоже было определенное усилие на поиск вот этого всего положено. Также технологическая поддержка со стороны производителя нам очень важна. Стараемся найти производителей, где в штате есть технолог, потому что, ну, мы продавцы, да, все понятно, мы знаем все технические характеристики, но мы не можем готовить, и нам достаточно сложно, и классно, когда приедет технолог, кто-то строит, вот, и, ну, зачастую это помогает запустить процесс. Значит, какие технические составляющие мы смотрим? Ну, вообще у меня есть разработанные внутренние мои таблицы, в которые я вношу буквально вот до мелочей все, что есть по оборудованию, сравнивая несколько брендов, и, то есть, когда наглядно вот это вот видишь, в конце цена, и ты понимаешь, что за что ты покупаешь. То есть иногда, ну, и зачастую бюджетное оборудование не значит очень хорошее, экономичное, а дорогое иногда кажется, оказывается выгоднее покупать, чем, ну, то есть оно экономия намного больше будет. Также габариты оборудования, вес, ну, это мы уже вам рассказывала. Что касается веса оборудования, у нас есть, ну, между нами поставщиками такое мнение, и оно проверено, что чем тяжелее оборудование, я думаю, вы тоже это знаете, тем оно качественнее, то есть там толще сталь, качественнее вот эти вот внутренние части, нету пластиковых запчастей, ну, тоже нам важно. мощность, ну, мощность, чем мощнее, например, тестомеса, тем выше их производительность. Ну, и последнее эксплуатационные составляющие, которые нам важны, это простота обслуживания, износ оборудования, расход моющих средств, это все понятно, стоимость этих моющих средств, можно использовать родные моющие средства, или там есть производители, которые не обращают на это внимание, разрешают использовать там сторонних, сторонние моющие средства сторонних производителей. Надежность, длительный срок эксплуатации, все параметры связаны с количеством потребляемой воды, электричества, очень важна цена, доступность запчастей, повесим, мы очень скрупулезно анализируем всех существующих на рынке производителей, именно на вот это. Я мучаю всегда сервисную службу, у меня, мой инженер составляет по каждому оборудованию перечень основных запчастей, которые выходят из строя, мы отправляем это производителям и смотрим, есть ли в наличии у них вот это, потому что мы же тоже несем ответственность, но там, где нет в наличии запчастей, я даже предлагать не буду вам оборудование, потому что я не хочу выглядеть потом не очень. Срок гарантии, ну, в целом сейчас от шести месяцев до года у нас дают производители, но вот на рынке есть уже несколько производителей, которые дают от двух и даже до трех лет гарантию, это тоже огромный плюс, это я тоже живу спокойно, пока вы эксплуатируете, ну, и эффективность. И хотела бы сказать, что правильно выбранное оборудование поможет, конечно же, успешно вам вести бизнес. Добрый день, коллеги, меня зовут Полина, я являюсь руководителем отдела технологии SPAR, больше 12 лет работаю в данной компании, ну, и так сложилось, что в сети 75 магазинов, из них 50 с собственным производством, полного цикла, из них проекты я делала на 30 магазинов. Проекты мы делаем самостоятельно, мы не заказываем от сторонних организаций, рассчитывает мой отдел, ну, соответственно, подбором оборудования занимается тоже мой отдел. Что, ну, как бы, коллаборацию вы просили сделать, да, я не очень, как бы, люблю выступать, так скажем, но поделиться тем, как мы занимаемся подбором, тем более, что на рынке было попроще, да, чем два года назад, и у ритейла, как, ну, может, у многих ритейлов есть некие стандарты, стандарты, которые мы, в принципе, применяем ко всем производствам в зависимости от объемов производства. И когда вот эти стандарты, ну, как бы, сломались несколько, то есть, там, рациональ ушел с рынка, там, ревенты ушли, у нас достаточно высокий сегмент оборудования, то есть, мы не работаем там на советском оборудовании, мы не работали там на китайском, у нас европейские все бренды очень взаимозаменяемые, достаточная энергия, емкие, и, соответственно, необходимость возникла с тем, что сейчас менять. Но, к сожалению, автопарк у нас устарел, это больше 10 лет эксплуатации, оборудование, ну, соответственно, должно быть подменное, и ритейл не может себе позволить, как производство, может быть, крупное, переходить с одного объекта на другой, да, ну, то есть, в магазине, если у тебя и печка, она одна, ну, там, или парик, он один, да, если он сломался, то все встало. Ну, и здесь, конечно, сейчас у нас, ну, мы тоже централизуемся, у нас есть несколько центральных производств, не фабрика, мы еще в процессе, но тем не менее. на что обращаем внимание, когда подбираем оборудование? Ну, здесь, конечно, красиво написано, конкретно определить цель и задачу, потому что собственник, ну, решение принимаем мы, какое оборудование и модель покупать. Не собственник, раньше это был собственник, он точно определил стандарт, по которому все работали. Я хочу вот эту печь, он сам ездил, он там был на заводах, он хорошо знает, допустим, что такое ревент, потом это все он передал, как бы, и уже доверился, в общем-то, профессионалам, да, в подворе оборудования, потому что бренды меняются, рынок меняется, потребности тоже меняются, да, то есть, и надо дальше идти. И с чем мы столкнулись? О том, что оборудование, ну, поставщики предлагают все, все молодцы, на выставке много оборудования, попробуй, если ты пришел как технолог, первый раз, да, и, допустим, не знаешь оборудования, ну, выбор достаточно большой, и как оценить вообще вот эту возможность этого оборудования на рынке, как его без каких-то знаний эксплуатации, да, как, ну, и первое, на что мы смотрим, это, конечно, бренд качества, да, то есть, бренд это важно, на самом деле, в оборудовании, то есть, если сейчас зашел какой-то китайский бренд, у нас же, мы же не верим, да, ему, как хорошо было верить в рациональ, все понятно с ним было, это то, что пользуются многие, ну, и, соответственно, все равно, и сейчас, с точки зрения, бренд влияет, и, соответственно, тот поставщик, кто его поставляет, или тот производитель, кто производит, да, на рынке, он тоже важен, вот это вот, честность поставщика, не просто продать, или честность дистрибьютора, не просто вам впарить, это тоже важно, и поэтому мы, давай дальше, определение, когда определяем цели, мы считаем экономику, нам, к сожалению, или к счастью, я не знаю, нет такого, чтобы собственник согласовал хоть одну единицу покупки, пока мы не рассчитаем с вами ожидаемой отдачи инвестиций, сейчас это очень актуально, мы как федеральный, не федеральный рынок, да, мы как региональные, сетевики стоим, нам тяжело выживать между том же магнитами, X5, там, вкусвиллы к нам пришли, в марте Екатеринбург зашла, и так далее, да, и соответственно, любые инвестиции надо оправдывать, легко, ну, легче, когда у тебя одна фабрика, да, и ты производишь, и ты считаешь на объем, ты загружаешь оборудование, и ты понимаешь, потом у тебя сбыт, а когда ты в 50 магазинах должен, в принципе, поддерживать весь технологический процесс, да, обосновать ту или иную единицу покупки оборудования достаточно тяжело, но если сказать, что, допустим, разбег по сети у нас составляет товарооборот производства, да, в день, ну, там, от 50 тысяч рублей в день у нас есть товарооборот магазина, где сеть производства присутствует, до 2 миллионов, но при этом надо подобрать таким образом оборудование, которое в первую очередь будет понятно персоналу, да, это очень важно, потому что, ну, сейчас очень большая статья, я знаю, как все живут ритейлеры, но, наверное, о том, что фонд оплаты труда в ритейле вырос в разы, в связи с тем, что квалификации персонала нет, а у нас вообще нет людей в Челябинске, мы оборонка, у нас все ушли делать пули, я не знаю, танки, и в производстве никто не работает, поэтому нам пришлось поднять уровень заработной платы, но, к сожалению, товарооборот в такой прогрессии не растет относительно зарплат, и это сожрало, ну, всю экономическую составляющую, мы, конечно, подзадрали ценник, да, но мы тоже понимаем, что мы не являемся сегментом премиум, мы не вкусвил, да, не знаю, не азбука вкуса, мы все-таки были рассчитаны на средний, и даже не на средний плюс, то есть это обычная кулинария, соответственно, там мясо, рыба, и мы не можем стоять выше рынка, да, то есть нам же тоже не придут, если в X5 там можно купить, там, или в ленте рыбу, то продавать стейки за 2000, там, грубо говоря, рублей мы не можем, ну, и, соответственно, для того, чтобы подобрать оборудование, очень важно теперь эти инвестиции оправдывать, и загружать это оборудование, и доказывать долгосрочность работы, да, то есть у нас был колоссальный, что вот отдать должное на сегодняшний день, высокий бренд не говорит о том, что это, ну, цена-качество, во-первых, да, и не говорит о том, что надо купить дорогое оборудование, там, Mercedes, и ты по нему круто поедешь, и ты его оправдаешь, потому что, к сожалению, квалификация персонала настолько слабая, что мы ломаем даже Mercedes, а стоя, потом затратную часть пытаемся отбить, и когда мы ломаем Mercedes, мы его не отбиваем за те инвестиции, которые посчитали, и что иногда даже дешевле купить более дешевое оборудование, более качественное загрузить, да, и меньше затрат на него поиметь, но ты его оправдаешь быстрее и поменяешь, может быть, в следующем году, это касается, допустим, мы так тестировали в своей жизни кофемашины, да, то есть мы купили дешевые кофемашины, мы не стали брать там франки, мы не стали брать, еще мы взяли Saeco, мы про них себе оправдали, да, мы рассчитывали на то, что мы за два года мы их окупим, мы согласовали инвестиции, поставили по всем магазинам, к счастью, они у нас простояли 8 лет, да, и мы вполне себе окупили эти чайники, их сейчас благополучно меняем на более хороший бренд, но это то, что можно доказать в деньгах, и это показывает, да, что если бы мы франки купили, мы бы столько чашек не пролили, соответственно, сейчас они там запчасти подорожали, и мы бы вообще там остались с этим кофе, да, и пришлось бы перемещать. Давай дальше. И с чем у нас основная проблема возникла, это, ну вот сегодня все сказали о том, что технологический подход, все это, мы все это делаем, считаем, не буду рассказывать углубляции, электроэнергия затратная часть, но самое важное для ритейла это одинаковая матрица. В 50 магазинах разную матрицу иметь, но у нас есть опыт очень прекрасный, мы с разными брендами работаем, если интересно, ну очень-очень большое разнообразие отработали, дебаг, файна, средиги, по рационали, сейчас мы оттестировали аббаты, унокс, что еще не назвала, мкн, руль, ну каких только производителей у нас не было, да, но вот допустим дебаг, дебаг прекрасно зашел, не хочу никого обидеть, да, он у нас является здесь представителем, мы взяли одну машину, ну печь, да, у нас был проект целый, прекрасное оборудование, но иметь одинаковое качество на каждом объекте, имея разные единицы оборудования, очень оказалось проблематично, и мы их просто, вот разные вот эти модели сделали, сконцентрировали на одном месте, там, где может контролировать технолог этот процесс, все остальное оставили так, как есть, вот если уноксы, то везде, если там мию, шопыны стояли, то везде одинаково, и это вот самое важное, и то, что мы столкнулись, это сейчас с обслуживанием и технической поддержкой, да, мы попробовали, тоже не в обиду будет сказано, может бренды сказали не говорить, но допустим, тот же Аббат очень долго отрабатывает рекламацию, мы не можем себе позволить там больше полугода ждать там каких-то решений и запчастей, ну не можем, мы купили и в ожидании, и мы вот мотаем на эту печку через все магазины подменную, а еще ломается, и соответственно стоит целый цех, и это вот огромная проблема сейчас на рынке, потому что мы не можем себе позволить купить там 10 подменных единиц, нам нужна только одна в году и нам ее инвестируют только одну в году, да, а поломки случаются чаще, и вот здесь, давай дальше, у нас, ну как бы, есть такое стратегическое решение, когда мы выбираем хорошего партнера для поставок оборудования, да, и с условием того, что нам оказывают надежную техническую поддержку, у нас есть сервис, потому что у нас то оборудование, допустим, поставщик, не знаю, кто-то знает, может, Макис Урал, он поставлял раньше на МРВЕН, то у нас был договор с ними прекрасный, скорость реагирования, скорость обслуживания, наличие запчастей, какие запчасти должны у нас лежать, и соответственно, они сами обслуживали, ТО проводили, и вот эта коллаборация с поставщиком и покупателем, она неэффективна, когда мы только начали чуть, ну, разные периоды у всех есть, то есть, как только мы начали экономить, мы начали брать оборудование уже, ну, допустим, не от Елены, да, у нас также тендер проходит, там, я не знаю, там, от торгового дизайна или еще от кого-то, есть вообще прямые, как-то мы пробовали поставщики, да, и как только оно сломалось, тоже у нас возникла проблема, ну, нет запчастей, там, сейчас вообще долго ждать, и, конечно, сейчас мы прямо спрашиваем у поставщика, чтоб он нам от производителя говорил, да, то, что, допустим, тот же Росхолод, когда сейчас рассказал, что есть на складах, приятно работать с теми, кто может держать под себя запчасти, сейчас немногие, кстати, держат, если вот посмотреть на рынок, и немногие привозят, потому что это деньги, которые заморожены, мы тоже не хотим их замораживать, поэтому стараемся вот какие-то программы совместные делать и приобретать, или, допустим, интересная программа по приобретению китайского оборудования, тоже мы сейчас очень хорошо в нее начинаем заходить, это тоже интересно, и, оказывается, с Китаем можно работать, да, и у них есть прекрасная единица оборудования, и они оказывают логическую и техническую поддержку, но об этом чуть позже, потом расскажем, может быть, через год, давай дальше. Ну и, конечно, вот вопрос был, купили, что дальше, мы для себя определили вот эту концепцию покупатель-поставщик, соответственно, очень важно иметь технологическую базу, поддержку, когда поставщик, не все поставщики предоставляют именно наличие технолога у себя. Вот почему, допустим, работаем с Еленой, да, по одному принципу, потому что у нее есть в составе технолог, который знает единицы оборудования, может настроить, понятно, что у нас есть свои, да, но всякое бывает, и любую производство надо настроить, или там выехать, если ты взял новую единицу оборудования, тем более, потому что мы вот также, допустим, у нас есть инъекторы, там фаршемешалки, и так далее, более такое технологическое оборудование, которое требует, ну, определенного подхода, там экструзивационные машины, и так далее. Ну и, соответственно, вот самый большой пункт, это гарантийный срок, который важен, техническая поддержка, это наше все, и, соответственно, наличие запчастей и скорость реагирования. Самый важный еще вопрос, то, что я отвечаю еще и за окупаемость производства, и, соответственно, ну, как в составе службы производства, нам важна расходная часть, это моющие расходные материалы, которые несутся и затратную часть на оборудование. Мы вот, почему начала рассказывать, когда вот про дебаг, или ретига, или рациональ, это же все разные моющие средства, да, и, то есть, их надо как-то адаптировать, это разные затраты на разные объекты, с разной, с разной возможностей программной мойкой. Это практически, с точки зрения даже контроля качества, если там кто-то сталкивается, да, то есть, это же надо прописать еще много разных инструкций на каждый вид. Это тоже не очень рабочий вариант, хотя, сама курирую, допустим, пекарни у нас в Челябинске, и вот сталкиваемся с тем, что собственники, конечно, не ритейлеры, да, там не имеют таких бюджетов и затратных средств, не могут себе позволить, покупают то, что есть на рынке, покупают БУ, покупают дешевое оборудование, и, конечно, страдают как по качеству, так и по расходам. И когда им говоришь, а вы не пробовали вот купить, ну, давайте, пять печек, все одинаковые, ну, нет, ну, тогда же не было денег, да, но мне надо, чтобы у меня было все красиво и качественно, там, сегмент премиум, да, допустим, в пекарне. Но как-то так, либо расходы считаем, либо качество отслеживаем, либо покупаем изначально то, что хочешь сообщить. Ну, и последнее, это то, что нам с вами обучение персонала. Для меня это прямо проблема, потому что, ну, мы тоже уже работаем с тем, кто плохо понимает по-русски, да, и, соответственно, для успешной эксплуатации оборудование должно быть понятным, интуитивно. Если это будет на тестомесе зайчик и черепашка, это, мне кажется, уже прекрасно. Или кнопка красная и зеленая. И о том, что если тебе надо жать одну кнопку и никакой механики и, соответственно, сложности программного обеспечения, не дай боже, то иначе мы ничего не выпечем. Давай дальше. Ну и, соответственно, критерии, можно посмотреть единые матрицы, четкое определение, анализ количества цены. Из всего этого комплексного подхода как раз и формируется то, что выдает отдел технологий с моей стороны, да, какой вид оборудования. И самое интересное, что мы еще и проводим анализ всех брендов. И сейчас мы за два года практически со всеми производителями, кто нам продает оборудование, да, и изготовителями оборудование берем на тест. Нет ни одного сейчас производителя, кто с нами работает без тестирования предварительного и оборудования, которое не приезжает к нам на объект, чтобы мы сразу проверили все аспекты и не тратили просто так деньги. Спасибо. Спасибо. что у нас есть сколько людей и по-моему, которые работают в испаринку? Просто я понимаю, когда я думаю, что важно, чтобы было подтеобразие авторитрования, то это предсрочно стратегия какая-то человек в ямне может понимать, что им грозит в части того, чтобы потом с парком технологического оборудования, она задавает в плане, наверное, награждать отговорство, да? Уже да. Ну и мне хочется, чтобы хотя бы это было, если бы мы не сможем еще работать. Да. Вот просто, действительно, я понимаю, что есть такая сложность, когда, действительно, эти весы…